Так, начну я с луны. 1 сентября 2020 год. Резво как она движется. 1 сентября 2020 год. Харьков 2150 по Киеву. И сегодня у нас ночью будет полнолуние. Через сколько получается? 8, через 9 часов. Но видно, что уже практически. Ещё я резкость не нахожу. Да, в общем-то, что меня застало после смены выпереться. Войте Чигиря. Сейчас можно увидеть Юпитер, Сатурн и Марс. Оглянул, где Марс. Марса нет, проводом закрылся. Ладно, давай посмотрим сразу на всё. Марс сейчас, Луна сейчас 396 тысяч километров от нас. Вон там у нас выше фонарей левее здание Сатурн и Юпитер. А я сейчас буду целиться по Марсу. Который только встаёт над горизонтом. Надеюсь, это он, а не фонари Салтовского депо. Ой, как он переливается в плотных слоях атмосферы ещё. Земной. Через плотные слои атмосферы я на него смотрю. Так, конечно, никуда не годится. Сейчас посмотрим, движется он или нет. А то, может, это действительно фонари Салтовского депо. Отошёл от штатива. Нет, движется всё-таки Марс. Ужас, какие колебания атмосферы. Надо же, а я ещё надеялся ледники посмотреть. Какие там ледники. Ладно, поехали пока, да-да, к Юпитеру. Юпитер-то как раз не встаёт над горизонтом, а уже садится, как ни странно, в такую тарань. 10 часов, а Юпитер уже, спутники должны быть, по идее, уже вниз расположены, пикировать в землю. То есть он уже высшую точку свою на небосводе прошёл. И уже садится. А ещё 10 вечера нет. Да, ты что ты, смотри, он спутники вообще уже. Глаза дулу. Сейчас будем наводиться. Попадать. А, мне мешают статьи. Вся стекунда. Придётся поднять чуть-чуть. Ах ты ж боже. Да. Ну, резкость, наверное, вот так. Да, она же всё время настраивается, чтобы он не наверх. Влезал в кадр, а сейчас придётся вниз. Так, ну вот, справа, Калисто. Ганимед. А слева от Юпитера только Ио. Подожди. Мы сейчас видим три спутника. Слева от Юпитера это Ио. Справа это Ганимед. Ещё правее Европа. А Калисто что-то, так и не видать? Ну, Калисто самый... А, вон он. Ну, вот Е2, Е2. Тускленький он, конечно, и слишком далеко. Вот сейчас он по центру экрана прямо. Чуть правее центра. Вот он в центре его поймал, дрожит. Сейчас скрывается за экран, за угол экрана. А, появляется у нас Европа. Европа влезла, и теперь влезает Ганимед. Юпитер, и за Юпитером Ио. Ладно, поехали к Сатурну, а потом ещё на Лому полюбуемся. Ну да, Сатурн уже он параллельно горизонту практически. То у нас всё время он под 45 градусов вверх смотрел, когда я начинал снимать. В сумерках. Часов семь. Полвосьмого. А сейчас у нас же кольца параллельно горизонту, и он сейчас будет туда вверх ползти, а параллельно горизонту перемещаться. Я говорю, по краю экрана ползёт, крадучись, крадучись. Огромка получена. Не знаю, где получилось поснимать. Ладно. Сатурну, где фиксируали. О! Все, я ничего не делаю. Может, красавец ползет со мной, четко по ней на горизонте перемещается. И сам, блин, точно по ней на полу. Сейчас сверху, кстати, прямо на 10 уровне может быть спутник. И вот я там что-то не вижу. Ну и ладно. Пошли к Луне. О, проявилась наша Луна. Да, объективы выдвигаются так далеко на фотоаппарате, что просто перевешивают. Меняю направление. Угол зрения. Красавец, вот Луна, вот это она ползет. Ну, сейчас попробую резкость. Все, бросил. Настройки автоматические, сами, наверное, подбирают себе резкость. Красота. Красота. Да, но линии терминатора уже практически нет. Хочется наверх навестись, попасть. Но вот ровно тут эффект. Когда подводишь ближе, она слишком выдвигающаяся. Объектив натуральный. Бегут ли я сам своим. О, вот это я хотел сделать. Красота. Сейчас смещаю еще. Что-то вот сюда куда-то сместил. Давай так. Слушай. Самый краешек Луны. Интересно посмотреть. Ну, Луна еще вверх поднимается. Ну, Луна еще вверх поднимается. Ладушки. Сейчас другие настройки поставлю. Поснимаю еще. Заодно и Марс повыше поднимется. Может, почище будет. 22.03 по Киеву в Харькове. 1 сентября 2020 год. Думаю. Все, все, все. Все выбирали. Все. Все, все. Hang on. Продолжение следует...